Я могу своими словами спровоцировать других людей на изучение тех же самых вещей и на то, чтобы они произносили собственные слова. От ведущего программы «Агитпроп» саровчане ожидали той же прямолинейности и открытости, с какой он говорит с экрана телевизора. Поэтому и вопросы подготовили, что называется, на злобу дня. О коррупции, о пенсионной реформе, о социализме и капитализме, о ситуации на международной политической арене. Вопросы касались всех сфер жизни людей, но в большей степени ситуации в стране. Сегодня у нас хозяин положения не конкретный Уткин, условно говоря, или Васечкин. Сегодня хозяин положения – это тот класс, который получил власть и собственность в начале 90-х годов. У столичного гостя, как у вражеского агента, буквально выпытывали факты, фамилии, подробности громких дел. Провинциальным жителям казалось, что журналист федерального канала должен знать всю подноготную политической кухню. Дело не в фамилиях, а представление о том, что не фамилия определяет ситуацию, а фамилии. Каждая конкретная, даже ненавидимая людьми фамилия – всего лишь обслуга класса, находящегося у власти. Журналист подробно отвечал на вопросы и разъяснял саровчанам свою позицию по той или иной теме. Кроме гражданской позиции, зрителей интересовала и творческая деятельность Константина Семина, не связанная с работой на телевидении. В 2017 году он организовал альтернативную музыкальную группу «Джани Радари». «Джани Радари» совсем не для того, чтобы захватывать какие-то хит-парады или ехать на Евровидение. Это всего лишь часть того же самого пропагандистского усилия. Навстречу пришли люди разного возраста – от школьников до пенсионеров. Зал библиотеки не смог вместить всех желающих, задать интересующие вопросы и получить на них правдивые ответы. Некоторым пришлось разместиться в библиотечном коридоре. Свои вопросы коллеге по цеху задал и журналист нашего канала Константин Перевозчиков. Актуальное интервью с Константином Семиным смотрите в эфире во вторник, 12 февраля в 20.10. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. СОРОВ-24.